Понимаете, что народ может задавать вопросы, может возмущаться, а как сделать так, чтобы народ не возмущался? Нужно просто обесценить человеческую жизнь, нужно сказать, что она ничего не стоит. Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. Вообще жизнь сильно переоценена. В какую смысл? Зачем бояться того, что неизбежна? Мы же в рай попадем. Или известная фраза Путину, что мы как мученики попадем в рай. А мы жертва агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Или рассуждение Певцова на тему того, как мы умеем умирать, да в таком количестве. Не страшно, что умрешь, а вот страшно как и за что. Вот так как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве. Как это ни печально, ни страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной из стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе и отличие от всего мира. И этот бред крутят по телевизору, по подконтрольным СМИ. Главная цель донести до народа мысль. Ваша жизнь ничего не стоит. Идите, умирайте за нас, а мы будем жить на ваши миллиарды. А там дальше Кирилл, другие провластные жулики. Они все единым порывом выступают вот с этой абсолютно аморальной, абсолютно преступной мыслью. И откуда этот бред? Ну, очевидно, да? У нас мобилизация. А помимо этого Россия вымирает. Минус 25 миллионов жителей, умершими и не родившимися. И не думайте, что власть это делает только в каком-то теоретическом, идеологическом смысле. Но всем известна фраза господина Путина, она утонула. Помните трагедия на подлодке Курск? Там 118 человек погибло. И такая вот сухая фраза с улыбкой. Или помните, амбудсмен по правам ребенка, господин Астахов, после трагедии, когда утонуло большое количество детей, 14 детишек утонуло. А он с улыбкой спросил, как поплавали. Вот это все, это на словах, как говорится, но с очень ярким оттенком, да, и намеком, что власть до нас пытается донести. Но помимо этого, есть же и практическая плоскость. Власть обесценивает человеческую жизнь законами. Мрод, продуктовая корзина, нищенские пенсии. Когда многодетные семьи, 80 с лишним процентов массы всех нищих граждан, количество общего, количество нищего населения, это многодетные семьи. Это и есть работа по обесцениванию человеческой жизни. Представляете, разрушенная социальная инфраструктура, система образования или здравоохранения, это и есть ребенок с самого детства без дорог, в грязи, в бесправии, алкоголизм, наркомания, обшарканные подъезды. Какая ценность человеческой жизни у ребенка может сложиться? Скоро вот эту фразу о том, что нет никакой разницы, когда вы умрете, будут на больницах в Российской Федерации писать, потому что она просто на 100% вписывается в ту политику, которую организует на территории нашей страны действующая власть.